Радиостанция Моторадио Продолжим легендарную серию об этих замечательных мотоциклах, которые, оказывается, бывают с одним цилиндром всего И, как правило, они с одним цилиндром и есть Ну, о мотоциклах мы обязательно поговорим как-нибудь еще отдельно, может быть, и сегодня затронем Но сегодня основная, наверное, такая подача у нас будет наша, моя радиостанция Моторадио к Петру С просьбой рассказать о том, как он набирает инструкторов И каким должен быть инструктор, и можно ли сделать карьеру инструктора Или это инструктор, это вот как студенты в американских фильмах временно поработал официантом И дальше пошел уже работать на Уолл-стрит банкиром Это такая проходная какая-то, а может быть, это вообще дело всей жизни И так далее, и так далее, и так далее Но начнем с чего-нибудь главного Можно ли выделить какое-то основное качество, которым должен обладать инструктор? Да, всем привет Мы тут недавно вспоминали с ребятами И сравнивали, сколько кто из них работает И уже действующие ребята, инструкторы И оказалось, что последний такой, ну, большой какой-то у нас передел Перенабор прошел более двух лет назад То есть у нас ребята, как пришли, команда у нас инструкторов разновозрастная Так они и держатся, работают, растут И вот я так немножко анализировал Они реально поменялись за эти два года То есть, ну, можно так выразиться, заматерели Стали более самостоятельными И те моменты, которые мы с ними обсуждали в начале работы Которые я им объяснял при приеме Они уже обросли собственными методиками, своими наблюдениями И они работают уже прям по-своему У нас даже... Очень интересно, вот секундочку Очень интересно, а как вообще выглядит беседа первая самая Когда приходит к вам молодой человек и говорит Здравствуйте, Петр, я хочу у вас работать инструктором И вы что первое спрашиваете? Ну, конечно, мы здороваемся То есть, поначалу смотрим и анализируем Как человек разговаривает Открыт он или закрытый Потому что, ну, если человек такой немножко в себе интроверт Закрытый и смурной Ну, скорее всего, у него не получится работать Тогда еще под вопрос А приходилось же отказывать, наверное? Мы разных-разных видели ребят И приходилось довольно часто отказываем Это очень такой специфический должен быть подход у человека Он должен быть, ну, таким, можно сказать, уникальным Обладать сочетанием качеств Он должен не просто быть инструктором, который любит работать с людьми Он еще должен быть технически грамотный Или предрасположен к технике Потому что есть классный инструктор Есть хорошие ребята, которые горят Которые не боятся людей То есть, вот, группа людей есть Человек к ней подходит И прямо такой Да я вас сейчас тут так это обучу Прямо вы, да, у меня поедете Вот, вы будете просто, вы кайфанете И научитесь, и все Вот, молодец, хорошо Но при этом, когда мы говорим Слушайте, а вот это вот что такое? Ой, не знаю, это пипочка такая Я даже не знаю, что он То есть, это люди, которые не предрасположены К технике Да, когда у него Когда у него глохнет мотоцикл Или что-нибудь там Клиент ломает Или так Встает, ломается Он не может это починить И это прямо проблема Это вот проблема для проката Поэтому сейчас То есть, коммуникабельный Обязательно Второе Должен не падать в обморок от слов Карбюратор Там, какой-нибудь обогатитель Он должен нормально Это при собеседовании, да? То есть, он говорит А, да я знаю, да И тогда вы как-то сразу Так спокойно Сечет То есть, его знает Карбюратор, да? Да, очень много ребят говорят Которые Мы хотим устраиваться Мы позитивные Все нормально Я когда-то катался у друга На питбайке Вот В детстве И я, скорее всего, справлюсь Я, скорее всего, все знаю Вот Я начинаю с ним продолжать диалог Вести беседу Спрашиваю А скажи, пожалуйста Ты, например, умеешь разбортировать Заднее колесо Так, чтобы поставить в него еще буксатор? Ну, буксатор Это такая вещь Которая держит покрышку на ободе Чтобы можно было ездить На низком давлении колеса То есть, там 0.2, 0.3, 0.5 атмосферы Чтобы площадь была больше Вот, буксатор ее притягивает К ободу В смысле, чтобы при помощи этой штуки Чтобы она не разбортировалась Вообще не слетела Да, оно позволяет ехать И хорошо цеплять там По рыхлым грунтам Вот И человек такой Буксатор Интересно Нет, не знаю Что это такое Вот, на самом деле Такая сложная процедура Попроще можно что-то То есть, это сразу Сразу какую-то оценку, да? Такую делать Ставить этому человеку, да? Ну, вы знаете Вот, качество Оно в деталях Например, я могу спросить Про какую-то вещь Про жиклер в карбюраторе Как он влияет Например, на приемность Мотоцикла И как это отрегулировать Ну, банально Цепи звезды Как проверить Изношено это Или не изношено Поездит, не поездит Как люфты посмотреть Подвески Как понять Что богатая Либо бедная смесь Как понять Например Ну, вот Развесовку мотоцикла Как у нее Передняя подвеска Настроена Как задняя Ну, там много еще Маленьких таких моментов И по ситуации Человека можно Загнать в такой Угол и тупик Что потом приходится Его спокатить В разговоре В разговоре В разговоре Да, да Ну, то есть В сложных условиях В стрессе Человек раскрывается А нам это как раз И нужно То есть У нас в целом По катушке Это Ситуация стрессовая Ну, поначалу Особенно Когда Новые инструкторы Видят новых людей И такие Блин А Стоит Вспомнить Что инструктор Это лидер Он всегда Знает больше Чем клиент Ну, за редким Редким исключением Он ведет За собой Или по крайней мере Должен Производить впечатление Что все Под контролем Я вот главный Здесь ничего не бойтесь Как минимум Да И А сколько у вас Всего инструкторов Работает Слушайте Сейчас уже Больше 10 человек У нас такая Команда мощная Что интересно Я об этом Как-то уже упоминал У нас работают Взрослые инструкторы И приходят работать Уже их дети Прям вот У нас такая Команда семейная Получается Слушайте Ну, хорошо А в каких случаях Инструктор не приживается Ну, когда вы говорите Слушай, ну, ты работаешь У нас полгода Ты Попытался обучить Там 600 тысяч Там человек Из них 400 тысяч С переломами Лежат по больницам Наверное, что-то не то Такое может быть Все решается Гораздо быстрее То есть Когда человек Перед нами В работе Можно сказать За неделю-две Как это будет происходить Вы знаете Мы еще Очень хорошо И, соответственно Обращаем внимание На такую деталь Человек приходит Ну, устраиваться На любую работу Вот в том числе К нам И говорит Что Ребята У вас такая Классная работа Я хочу Вам помочь Я могу Вот это Вот это Вот это Я готов вам Подарить Свое время Свое вложение И сделать вас Еще круче Лучше Мы такие Да, да Конечно Мы прям Прям Рады Вот С распростертыми Как говорится А есть люди Которые приходят И пытаются Здесь что-то взять Для себя Не отдавая взамен Ну, то есть Думают Что это не работа А по катушке Думают Что им Можно будет Там Поездить Самостоятельно Что там Вот Попробовать Разную технику И как-то Вот Не настроено Вкладываться Это очень Видно При приеме Вот И мы Стараемся Отбирать Именно тех Которые изнутри горят И они готовы делиться Готовы отдавать Вот это Это, наверное Самое важное Петр Столбов Компания Питкросс В эфирной студии Моторадио Мы сегодня Говорим о персонале В частности Об инструкторах Которые Я так понимаю Что все-таки Это специфическое Занятие Даже Ну, профессия Давайте так назовем Она специфическая Потому что Ты как бы Каждый раз Каждый Вот какой-то Вот этот этап Или там Тренировка Не знаю Выезд Как это у вас называется Сейчас расскажете Но, как правило Это каждый раз Новые люди Какие-то Это ты Как экскурсовод К которому Подвозят автобусами Туристов Из Москвы И ты ему говоришь Вот это Медный всадник Посмотрите Он стоит Верхом на камне То есть Вернее На лошади Которая стоит И так далее И ты из года в год Ну, в принципе Говоришь И показываешь Одни и те же вещи И все время Разным людям То есть Это такая вот Специфика Правильно я угадываю? Да, все верно К нам приезжает Очень много новых людей К нам приезжают При этом Постоянные клиенты У нас есть уже Даже постоянная запись К определенному инструктору Приезжает много девушек Тоже к определенным инструкторам Прямо, знаете Это интересно Очень наблюдать Вот как выйти замуж У нас Это очень непредсказуемо И весело происходит Они там инструкторам Приносят всякие тортики Да И угощают их За хорошее катание Прям Ну, классно Да Так вот Спасибо, что не отвечаете На прямо поставленный вопрос Задавайте Задавайте Ну, я собственно Об этой специфике И, соответственно Человек должен быть Ну, наверное Не быть человека ненавистником Да Он ненавидит людей Ему каждый день новых Он их и так ненавидит И старых-то То есть должен быть какой-то Ну, с открытым сердцем Душой Хорошо говорить Наверное, должен быть Убедительно Позитивно быть Ну, что я за вас говорю Расскажите Вот каким должен быть инструктор Вы все верно говорите Да Нас Интересно происходит Такие моменты Когда инструкторы Выспались В хорошем настроении И к ним приходят Новые люди Потом новые люди Потом новые люди Люди бывают разные Там не люди Как вот что-то абстрактное А они же делятся На уровень опыта На ребенок Это Либо там родители Этого ребенка Либо ребята Которые, например Ну, они прям заряжены Они хотят ехать Они сейчас готовы Разорвать наш трек И прямо вот С ними тоже Как-то надо сладить Это отдача энергии Каждый раз И каждый раз Эта энергия Такая, ну, немножко разная То есть Для ребенка Там нужно где-то Ему очень Понятно Однозначно Утвердительно Сказать, что Объяснить Коленька Вот это руль Вот это сидение А вот так вот Мы не делаем Мы не врезаемся Там ни в кого Мы стараемся Не упасть Мы делаем вот конкретную Какую-то задачу Вот Есть люди Которые не сядут на мотоцикл Пока тебя не выспросят Досконально все Как правило Новички Вот такие Выматывают душу Это да Это такие Души моталы Что Мы терпеливо отвечаем Ну, вы знаете Чаще Я так вот Только напомню нашим слушателям Что речь идет о катаниях на питбайках Чем занимается Петр Это дело находится за городом В нескольких местах У этой компании У питкросса И люди туда приезжают на автомобилях Как правило К определенному месту В определенные координаты На автомобилях На электричках На автобусах По предварительной записи Согласованию Но, собственно, по времени Приезжают И вот они очень часто Кто вообще не умеет ездить Они первый раз это все видят Выходят из машины Видят действительно Вот этот питкросс Мотоциклы тут катаются Подходят Здрасте Вот мы приехали Мы записывались И тут вот этот инструктор Вот получает вот этих вот Совсем девственных людей В обработку Да, для них это выглядит Как большое красивое поле Мотоциклы И раздевалка В которой мы выдаем Экипировку В зависимости от базы Там у нас еще может быть Какая-нибудь баня Или там Где шашлык Можно пожарить После этого Но суть в том Что мотоциклы Поле В полях Наш раскаточный Какой-то полигон Тоже Он от базы К базе различается То есть Люди Одеваются И мы уже Ну вот Инструкторский состав В процессе одевания В процессе общения Начинаем понимать Человек вообще как Как он настроен Как у него Вот с энергетикой То есть Есть люди Ну Неугомонные Абсолютно Их Вот они прямо Они одевают экипировку Они не могут стоять на месте Пока они ждут Вот Когда им выдадут технику Они прям Прям ходят кругами Начинают там Драться в шлемах Они там Выплескивают Вот как могут С ними Особый Такой немножко Режим работы Вообще Вот Я лично Тоже работаю С группами Ну Мы сейчас Немножко разделились С нашими инструкторами Что Я скажем так Как организатор Да Как создатель Уже Больше экспериментирую И какие-то Ввожу новые Там Программы обучения Или Какие-то Вот Какое-то общение С клиентами А потом Передаю это инструкторам Инструкторы Работают по схеме У них Вот Определенная Схема Есть Я Прихожу К выводу Что Людей Первое Нужно Обнадежить То есть Тем Кому страшно Сказать Что страшно Не будет Все будет хорошо Да А тех Кто очень нервничает Волнуется Или Ну Слишком Экспрессивен Их надо Успокоить И расслабить Сказать Что Ребята Вы Все сможете Вам будет Куда эту энергию Сейчас Вложить Подышать Свежим воздухом Это действительно Работает Не все То что мы Предлагаем Вот у нас есть Например Человек Который приезжает На час Катания Не весь час Этот Ему Прям Надо Кататься Ему Надо Делать Паузы Ему Надо Что-то Чувствовать Ему Надо Отдыхать Ну При этом Ему Надо И работать Ему Надо Обучаться Ему Надо Контролировать Мотоцикл Тратить Силы И В принципе Самый Крутой Самый Лучший Эффект Получается Когда Клиент Не просто Приехал Как Вот Я Приехал Кататься И Вот Делайте Катайте Меня Нет Вот Тогда Меньше Всего Удовольствия Получится Больше Всего Удовольствия Получается Когда Мы Говорим Мы С вами Съездим На Крутой Маршрут Но Для Начала Вы Соответственно Поучитесь Вам Надо Будет Вложиться То есть Вы Должны Потратить Какую-то Свою Часть Сил Энергию Для Того Чтобы Научиться Для Того Чтобы Освоить Базовый Курс Управления И тогда На этих Навыках Ну То есть Мы Просто Так Вас Не будем Брать И везти Вот Сажать На Мотоцикл И везти На Маршрут Потому Что Ну И Не Доедете А Когда Мы Вас Научим Вы Доедете До Маршрута Вы Не Оставите Все Силы Потому Что Вы Уже Будете Привыкши У вас Какие-то Навыки Первые Придут Управлению Вы Получите Настоящий Кайф И Нас Люди За Такое Вот Максимально Благодарят Именно Когда Они Прошли Путь От Новичка До Такого Более-менее Уверенного Водителя Они Освоили Они Справились И Такая Вот Буря Шквал Взрыв Такой Эмоции Идет Когда Они Возвращаются И для них Это Завершается Успешно То есть Они Победили Они Победили Сами Себя Это Круто Конечно Да Блондин Какой-нибудь Я не знаю Здоровый Такой Парень Или Это Вообще Все Не важно А Важна Харизма Харизма Это Первое Второе Это Физическая Выносливость И Вот Если Говорить Про то Как Выглядит Инструктор Выглядит Он По-разному Всякие Бывают Во-первых У нас Ну Чего Греха Таить У нас Грязь Лужи Разные Природные Явления Если Пошел Дождь Инструктор Вряд ли Выйдет К вам В белых Каких-нибудь Смокингах В перчатках Там С подносом Как официант И Не пылинки Нет Скорее всего Там Будут Заляпаны Очень скоро Клиенты Инструкторы И Здесь важно Круто Весь в экипировке Конечно Конечно Да Прямо как На войне Боже упаси Вот Вот Не дай бог Да Но Все равно Это же Выглядит Мне кажется Красиво Судя по фотографиям Даже грязь Она только украшает Ситуацию Конечно Потому что Огромный шлем Весь такой В подлокотниках В этих В наколенниках В панцирях Во всяких Крутизна Это конечно Да Впечатляет А инструктор Наверное Помимо всех этих качеств Вот если предположить Что они у него Все собрались в нем Он такой Харизматичный Красавец И Грязью заляпанный Все как мы сказали Все вот как Как нам рисует Воображение Но Наверное Его вот этот Вот Источающийся Из него Позитив Он должен Подкрепляться Заработной платой Которой Выплачивает Ваша компания Можно ли говорить Что Мы сейчас цифру Не будем называть Но что она Вполне себе Приличная И достойная То есть Вы как-то За этим следите Тоже Потому что Можно быть Конечно На энтузиазме Позитивном Харизматичном Но если Зарплаты нет Или ты еще Сам доплачиваешь В обратную сторону Вы понимаете Вот такой Тонкий вопрос Мы Как-то За этим следим Иногда Очень даже Не как-то А мотивируем Своих сотрудников И Ну Они сейчас Слушают Они сейчас Слушают Записывают Ага Вот он сказал Мотивируем Так Сейчас мы спросим Как минимум Часть из них Содержит Кормит Свои семьи На эту зарплату Вполне На эту зарплату Да И Здесь тоже Вот такой Интересный факт Есть Когда инструктор Приезжает В день отдыха В свой Я смотрю Он приехал на базу Я спрашиваю То есть вообще Это выходной Да Выходной Что ты приехал Говорит У меня жена Там дома Пилит Вот я приехал Отдохнуть душой И как-то Развеется Расслабится Помните Детскую сказку Золушка Да Что ты делал Злый день Я ходил в лес Чтобы Чтобы сразиться С бешеным медведем Чтобы отдохнуть От домашних дел Мы это помним Замечательно Очень-очень Похожая ситуация Это работает Кстати Я у инструкторов Вновь прибывших Кто к нам устраивается Обязательно спрашиваю Про семейное положение И про то Какие у него отношения Там с женой С девушкой Потому что Мне бывает Так же Звонят Звонят Вторые половинки И спрашивают А как там мой Работает Где он сейчас находится Что он там делает Кого он там катает Не девушку ли он сейчас катает Один там где-то В поля ее увез И непонятно В лес Нет связи Вчера еще Нет ли у вас такого Говорит Ну у нас Солидарности Кстати это тоже Такой аспект Наверное Дело молодое же Серьезно Оно все Вот всплывает И мне приходится И с этим еще поработать Хроники путешествий А вот не побоялись Мы поставили такую отбивку Потому что Она тоже как-то Символизирует Лес Перелески Природа Природа Путешествий И приключения Которые Предоставляет Ваша замечательная компания И так И так Мы сегодня говорим Об инструкторах А бывают ли Бывают наверное Какие-то ситуации Ну не конфликтные Скажем А такие Поколенческие Что ли Когда молодой инструктор Или еще ужаснее Инструкторша Какому-нибудь Взрослому дяде Которому там 60 лет Который уже Все в этой жизни И что Чему ты меня можешь научить Девочка Господи У тебя вообще еще не было Я уже Ну наверняка Или наоборот Ой Александр Вы прямо Прямо зрите в корень Я стараюсь Да Вы вот Очень так интуитивно Верно Подводите К сути Действительно Молодые инструкторы Когда-нибудь Сталкиваются С этой ситуацией Когда к ним приезжают Люди Возрасте Или люди Которые Прям умеют Умеют ездить И сколько Я наблюдал Таких ситуаций Как правило Люди С пониманием Относятся К тому Что молодой Инструктор Который Ну В любом случае Человек Вновь прибывший К нам Наш гость Не знает местности А инструктор Эту местность Уже знает Человек Не знает еще Мотоцикла А инструктор Уже знает Ну как минимум Как заводятся Какие там Мотоциклы Повадки И так далее И оно Так постепенно Балансирует Уравновешивается Если молодой человек Наш инструктор Он Проницательный Открытый И Ну С добротой Относится Вы знаете Ну получается Очень мило Чаще 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 Бывают конечно Бывают иногда Редкие такие Исключения Что Ребята Подходят И говорят Дайте нам Инструктор Поопытнее Мы вот Так то Так то И вы знаете Кстати Вот очень Тоже интересная Особенность Люди Которые Реально Опытные Реально Накатанные Которые Прямо Знают Умеют Ездить На мотоцикле Таких Малая часть Но они есть Они Там Так же В прокат Попадают Они Очень Спокойные Деликатные И Вежливые Предупредительные И проблем таких Нет То есть Они прямо Прямо С ними Приятно Прекрасно Кататься И вы знаете Наши инструкторы Опытные Любят Опытных Гостей Они С ними Становятся Ну почти Сразу На одной волне Они Садятся На мощные Мотоциклы И уезжают В хорошие Такие препятствия Где им Интересно И тем И тем И Ну Многие Дружат На этом фоне То есть Получается Так Прекрасно При этом Есть такая Вот Обратная Сторона Некоторая Категория Людей Которые Приезжают И заявляют Мне самый мощный Мотоцикл Я все умею Я вас сейчас тут Разорву Все Экипировку Разорву И поля Ваши Разорву И все Вот Ну Инструкторы Так напрягаются Сначала Пытаются Собственно Понять Что это Такие За заявления Начинаем Ездить И все Становится Понятно То есть Человек Любит Разговаривать У него Очень много Энергии Но по факту Ему надо еще Учиться И учиться Вот таких Наверное Тоже ситуации Процентов 80 Слушайте Вот к вам приехать Если на базу Как вы говорите Мы увидим Площадку некую Поле какое-то Да Мотоциклы ваши И можно поездить Для начала Вот когда ты вообще Не умеешь Или очень плохо То это вот что-то такое Буквально Вот где-то тут Вокруг Вот буквально Тут да А если А выезд Куда-то вот уже Там подальше Это другая история Для более опытных Тогда вопрос Вы получается Покрываете Вот этой паутиной Дорожек Всю окрестность Потому что Одно дело Вот поле На котором Ты по кругу поехал Но когда приезжает Группа более опытная Они начинают уезжать Уже там километра Там два Может двадцать Я не знаю там как И если посмотреть Из космоса Через гугл Эрс Да То мы увидим Испещренную Прямо вот Вашими Тогда Не заинтересуется ли Вами Когда-нибудь Наши ВКС Космические войска Скажут Что это там такое Какие-то Мотоциклисты Уже там прямо Нам Картину сверху Искажают Слушайте Александр Вы опять Опять Вообще Вот в точку У меня Есть на карте Понятно Что мы Карты пользуемся Для построения маршрутов Смотрим Где можно ездить И нельзя И Есть дороги Уже на карте Которые Я лично Когда-то Накатывал Открывал Прямо Они такими Ниточками Тонкими Идут Тропиночками Про которые вы точно знаете Что это ваше Сто процентов До нас Этих дорог там не было А тут вот они появились Ну круто Прям вот То есть вы попадаете Теперь В разные секретные Военные карты Что здесь вот Тропинка Здесь можно подвозить Патроны Если что Знаете да Да есть такие люди Которые Можно назвать их Дотошными Заходят на наш сайт И не просто смотрят Там где телефон Как позвонить Как записаться Они изучают его Прям вот От раздела к разделу От менюшечки к менюшечке От фотографии к фотографии Заходят на Контактные данные Открывают карту И прям смотрят Вводят пальцем По этим тропиночкам Смотрят где там На какой базе Ездить интереснее А что там есть А где там есть Водоем какой-нибудь А где там лес Какой-нибудь красивый Ну в общем Ну так вот Приезжают и говорят А мы хотим вот Именно вот сюда Вот съездить пожалуйста И прямо Прямо вот оно Так получается Интересно То есть человек Нас знает лучше Чем мы Ну иногда это делаем сами То есть вы спрашиваете Слушайте А это ты откуда узнал Так я же у вас На сайте написал А я же сам туда не заходил Даже ни разу Ну вот Такое бывает Да Ну вернемся к инструктору Итак инструктор должен быть Компетентный Обаятельный Харизматичный И должен быть готов К разным ситуациям Связанным с поступившей Очередной группой Да А там все что угодно Может быть Роды Ну что там Я не знаю Истерика какая-нибудь Паническая атака Еще чего-нибудь В эту копилку Еще один забавный факт Стоит Нашему гостю Который Ну приехал впервые Одеться во всю Всю-всю экипировку Если идет дождик Еще там плащ На себя накинуть Какие-нибудь штаны И бахилы Там от дождя Как тут же ему Захочется В туалет Прям вот с гарантией То есть Мы уже Даже тем Кто к нам приезжает Горим Ребята Сначала вот делаем Все свои дела Потом идем одеваться Это как хоккеист вратарь А в туалет сходите Я прошу прощения За подробности Это значит Опять разоблачаешься весь Опять это все С себя снимаешь Ну вы знаете Не очень удобно Это делать в шлеме И в защите Да Тут комфортнее Все-таки Это делать Своим родным Каком-то деянии То есть это мы помним Это мы сейчас уже К потенциальным климам Что ребятки Зашли в туалет Сделали все дела И потом только Непосредственно уже В раздевалку И идем в раздевалку Получать экипировку Дальше к мотоциклам Это уже как пойдет Как пойдет Как получится Вот мы сегодня с вами Вы показывали чудесное видео Тут в преддверии нашего эфира Какие-то были соревнования Буквально недавно Это была гонка в Геленджике 100% эндуро Это достаточно Такое знаковое И популярное мероприятие У эндуристов Настоящих спортсменов Там люди демонстрируют Действительно высокий уровень И многие туда Целенаправленно отправляются Вот например Из Санкт-Петербурга Туда отправлялись экипажи Прямо брали с собой Мотоциклы Техничку Прицеп И двигались На эту гонку Ну вот От Санкт-Петербурга Туда Потом возвращались обратно То есть Вся Россия туда Стекалась Слушайте Ну там На этом видео Были Показаны Проезды препятствий Ну такие Про которые вообще Нига не скажешь Что Его и без мотоцикла Это трудно преодолеть А на мотоцикле Вообще просто смешно Например Вертикальная Вертикальный бетонный барьер Который вот ставят иногда На дорогах Мы видим И то Эти то что мы видим На дорогах Как правило Пластиковые Воду туда заливают А здесь прямо Вот такой же формы Только бетонный Это наверное Ну только от врагов Когда дорогу перекрывают И на мотоциклах Через это переезжать Это конечно Смотрится Очень впечатляюще Чему нибудь подобному Хотя бы начальным элементом У вас Можно научиться Все так Мы учим И сами любим Переезжать препятствия Различные Уровень Конечно Разный Очень отличается Когда к нам Приезжают гости Новички Но для того Чтобы переехать Например Небольшое бревнышко Которое просто лежит Вот так вот Поперек На лесной тропинке Для этого Не нужен Большой навык И здесь Ну Можно так выразиться Обучение состоит Из двух моментов Первый момент Это Сама техническая часть Проезда То есть Рассказать Каким образом Подготовиться Что нужно делать С положением тела Там с газом А второй момент Это Работа С собственным страхом Потому что Наш страх Наверное Процентов 70 Неуспеха Нам приносит И Когда мы боимся Очень сложно Вообще Что-либо Сделать Что-либо Переехать Также От страха Избавляясь Мы Заезжаем В горочки Мы Прямо Делим их На Простые Средние Сложные Супер сложные Там бывают Двухъярусные Горки Ну То есть Человеку Предлагается Пройти путь От Самого Лайтового От простого К более сложному И Испытать себя То есть Почувствовать Какую горку Он уже Может заехать А в какую горку Он заехать Не может Страшно Как правило Мы предлагаем Все-таки Посильный уровень То есть Если Видно По ученику По нашему гостю Что он Не готов Не способен Сегодня заехать Ну В какое-то Жесткое препятствие Конечно Мы не будем Им этого предлагать Но бывает Очень часто так И за это Люди потом Благодарят нас Что Мы Замотивировали Сказали Как правильно Обеспечили безопасность И сделали так Что человек Проехал Это препятствие Которое В самом начале Он на него смотрел И думал Блин Это невозможно Вот И когда это Становится возможно Они такие Да Мы это сделали И это Самая лучшая практика Самая лучшая практика Это Переходить Через себя Внутри Переступать Через свой страх И делать это Осознанно И с тренером Потому что Все равно Все это Лежит на Инструкторе Да Ну конечно Конечно Тренер Он и Координирует Он и Мотивирует Он и Защищает Привносит Элементы безопасности То есть Он как мама Ну вот Получается Что С инструктором Прокатились Инструктор понимает Что этот Клиент Вроде такой Достаточно Опытный Да И когда еще Клиент Говорит Слушай А есть тут Где нибудь Перепрыгнуть Через три бревна И Десять Противотанковых Надолбов Инструктор Конечно Для эстетов У нас Вот тут За углом Есть там Железобетонное Все И То есть Можно договориться Клиент может договориться Чтобы ему Дали Какую-то Возможность Вот так Подлететь Перепрыгнуть И так далее Да Или вы все-таки До определенной степени Как бы Разрешаете Но дальше Как-то уже Ну его нафиг Потому что Все может плохо Кончится Знаете Плохо Кончится Может В принципе Всегда Можно даже Подойти К мотоциклу И он на вас Падет И вы получите Травму Какую-то Но Во-первых Бывают Такие Нелепые Травмы Бывают Знаете Вы не представляете себе Сколько мотоциклов У нас падает Просто когда стоят Когда гости Их забывают Там поставить На передачу Поставить Открыть нормально Банально Подножку Пойти Сфотографироваться Ну Оборачиваются А мотоциклы Лежат вот так Вот в рядок На боку Отдыхают И ждут Здесь конечно Ну вот Про препятствия Вот эти вот Опасные Вы как-то Определяете Грань какую-то Что вот дальше Мы не отвечаем Парень за тебя Напиши нам расписку Что ты сумасшедший И едь сам В данном случае У нас с каждым Клиентом Есть договор В самом начале Мы подписываем То что Он несет Ответственность За свою Жизнь Здоровье И безопасность Что он Обязуется Соблюдать Наши правила И ну в практике Оно так и происходит Вы знаете Еще такое тоже Наблюдение Когда прокат Только открывался Вот я лично Этим вопросом Очень задавался Я прям переживал По этому поводу А как будет Это все-таки Не дорожная езда Это внедорожка Это грунтовки Это разные препятствия Это скорее всего Повышенный травматизм И как я вообще Уберегу от этого людей А в практике Получилось очень просто Люди сами себя берегут У них Чувство самосохранения Чувство страха Работает Вперед того Что они могут натворить Ну если человек Конечно адекватный Не под препаратами И в общем Он нормально себя Идентифицирует Как бы у него С самоопределением Все прекрасно Вот Бывает по-разному Бывают конечно У нас и травмы Но в целом Вот этот страх Здоровый Он прям помогает Он ограничивает человека И он Ну то есть Предлагаем Люди поехали Поехали Вот тут бревна Тут такие прекрасные Вообще Вот препятствия Давайте Давайте Мы их будем переезжать Сейчас с вами Они с нами доезжают До препятствий Нет Нет Мы не сегодня А в чем удовольствие Переехать через бревно В чем В чем тут смысл Тебе нужно стоя Это делать Ну не сидя А стоя Сидение подпрыгивает Заднее По заднице Тебе может врезать В чем Ради чего Мучаемся Вы знаете Это какая-то Наверное Природная Очень глубокая Такая потребность Человека В преодолении В том Чтобы он Себе присваивал Что-то новое Может быть К завоевательству Может в каком-то Таком Вот То есть Это инстинкт Это некий Это реальный инстинкт Первопроходца Что ты берешь И покоряешь Себе стихию Это вот об этом То есть Ты не просто Там можешь Пройти А ты можешь Это проехать На скорости Красиво Перетащить Ну не только себя Но и довольно тяжелый Мотоцикл И Почувствовать Себя Ну то что Ты прям Вот сделал Что-то такое Необычное Что-то такое Прям Стоящее Достойное То есть У людей Это прям Остается И они Ну Знаете Я по себе Тоже могу судить Что Когда я выхожу На тренировку Перед прыжками Которые до этого Я уже напрыгал Я знаю Что они Лайтовые Допустим И я на них Скорее всего Там Проеду Без травм Все нормально Первый прыжок Мне всегда Делать страшнее Чем последующее Это происходит Каждый раз То есть Вот ученики Меня спрашивают А как А как Тут невозможно Заехать Как ты заезжаешь Я говорю Да не знаю Как заезжаю Мне страшно Каждый раз Вот каждый раз Я с этим борюсь Просто вот этот уровень В этом и состоит Опыт Что уровень страха Он У каждого человека Свой И он зависит От наката От обстоятельств Ну Просто от количества Попыток От количества тренировок Это и есть Давайте Последнее Должен ли Есть ли у вас Некая инструкция Для инструкторов Правила поведения Там этика какая-нибудь Где например Написано Что в конце Как бы человек Как бы он Сто раз не упал В каком бы Грязном состоянии Не был бы Как бы он вообще Козел Неправильно В общем Фу И все равно Нужно ему сказать Что вы были велики Вы товарищ клиент Сегодня превзошли Самого себя Вы были Все время Похвалить Слушайте В лесу Вполне Может Встретиться Козел Который Реально Там уходит Который С рогами С бородой Да Там пасется Бывают И собаки И кошечки И свинок Иногда мы видим Там и лис И зайцев Да Это ответ Не совсем На ваш вопрос Но Здесь Человек Под впечатлением Того Что он увидел И ощутил Неважно Падал ли он Всю дорогу Или он ехал Гладко И терпел Пока вокруг него Остальные клиенты падают Мы За позитив И Знаете Я стараюсь Еще всегда найти И передаю это инструкторам Прямо им прививаю Вот что было хорошего У человека Получилось Всегда отметить Вот этот рост Да Этот прогресс Всегда отметить То есть Бывают клиенты Которые прям с собой Недовольны Девушки Бывают такие Вот там Я замучил Инструктора Я там плохо ехал Я мотоцикл Вам тут угробила Я там Все роняло А инструктор говорит Да Да И не приходи Больше никогда Это очень Это очень Надо довести Человека Ну мы говорим Ну ты же Ты же Ты же Проехала Ты сама Сделала Вот этот вот Путь Из точки А в точку Б Это было непросто Мы видели Все как ты это делала После каждого падения Ты поднималась И вставала И ехала дальше Это стоит Дорогого И ты сама вернулась И ты молодец Ты молодец Давайте на этой Позитивной ноте Будем прощаться Большой привет Вашим инструкторам И вам самому И замечательной Алене Директору По общественным Связям с общественностью Мультимедийному Вашему И я напомню Что это был Петр Столбов Компания Питкросс Приобщайтесь Люди Прав не надо Ничего не надо Приехал И можно прокатиться Просто приезжайте Учитесь с нами Катайтесь с нами Мы будем вам рады Все координаты Находятся легко Питкросс Набирайте в поисковике И попадете куда нужно Всем спасибо Петр вам отдельно Счастливо Спасибо вам Услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok